Из-за письма спецпрокурора Роберта Мюллера, главе Минюста США Уильяму Барру, противоречия между президентом Дональдом Трампом и демократами вспыхнули с новой силой. Американские СМИ сообщают, что Мюллер остался недоволен тем, как Барр изложил ключевые моменты его доклада по итогам расследования обстоятельств, приписываемого Москве вмешательства в ход американских выборов. На слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса США Барр выступил с опровержением. Я позвонил Мюллеру и спросил, мы неправильно изложили суть доклада, он ответил, нет, но сообщения СМИ на эту тему были неточными. Сенаторы-демократы обвинили Бара в том, что он защищает президента и призвали его уйти в отставку. После этого Барр отменил свое выступление с показаниями в Нижней палате Конгресса США. Советник американского президента Келлен Конуэй заявила, при всем уважении, я думаю, что некоторые просто начинают сердиться от безысходности, особенно партийные активисты в Конгрессе. Они сердятся на Мюллера за то, что он не пошел у них на поводу и не предоставил им обещанный американскому народу русский след. Но с демократами согласны политические аналитики. Профессор Чикагского университета Уильям Хоуэлл говорит, что действия Бара больше напоминают работу адвоката Трампа, а не главы Минюста. И это заставляет задуматься о беспристрастности Министерства юстиции и независимости ведомства от президента. Барр повел себя так, что общество теперь сомневается в его независимости, и на то, чтобы это исправить, потребуются месяцы и даже годы. Между тем, спецпрокурор США Роберт Мюллер согласился дать показания на слушаниях Конгрессе в мае. Конкретную дату еще предстоит выбрать.